Всем ребят привет! Сегодня у нас будет видео как бы не спланированное, спонтанное. Сегодня будничные дни, четверг. И мы отправились узким кругом друзей на коп. Просто у одного выходной и мы решили сообразить. Сверхъестественно сегодня у нас ничего не получится, но я в этом сезоне первый раз поднял крупное серебро, ребята. Крупное серебро у нас теперь имеется в копилочке. Ну а что за серебро? Ну царские у меня тоже были, но это крупная, крупная серебрушка, первая в этом сезоне. Так что смотрим, приятного вам просмотра. Всем ребят привет! У нас начинается новый выезд. Вы не обращайте внимания, что я вот в таких вот очках. Мы все в очках. Ребят, миньоны. Эй! Миньон! Миньон первый, миньон второй. Вон там еще два миньона в очках. Иначе-то немцы, немцы в городе. А вон Ярик. У него, смотрите, очки в очках. Ладно, смех смехом, но это фиктивно. Ветер, вся пыль шурфа летит в глаза. Это невозможно. Видео начинаю сейчас, потому что как бы пытался найти достаточно хороший фундамент. Фундамент нашли, поднимаем интересные находки. Что цари, плюс звезда хорошая. Сейчас я вам ее покажу. В общем, фундамент есть, царики есть. Самое главное, интересно, то что я приехал и земляному деду говорю. Земляный дед, дай в ближайшие 10 минут с этого фундамента монеты. То есть пацаны не соврут, это был мой первый тост. Пацаны по верхам пошли, а я залез в фундамент по диагонали к входу. И сразу на втором штыке лопатии поднял царскую двушку. Ну вот сейчас ее тоже найдете, увидите вернее. Так что миньоны в таких вот хреновинах. Видео, сюжет начался, значит находки у нас есть и будут вас радовать. Так что продолжаем, смотрим, будет интересно. Народа сегодня мало, потому что будничные дни. Так что ладно. Итак, ребят, зашурфились немножко. Санек по верхам ходит. Санек Дубровин. И вот смотрите, инициалы D. Теперь Санек будет с кольцом ходить. Дубровин. Вот зачетная. Все, теперь его можно носить. Я в него дунул, теперь можно носить. И плевнул, блядь. Ну, ништяк, ефт, что ты. Заодно это. Смотрите, буковка D, ребят. Буквка D. Санчо. Динамо. Ну, конечно, тебе еще рано на пальчик, наверное, да? Маленький, большой, блядь. О, да ты потерял. Все, прям вот так, не блядь. Все, ништяк, красавчик. Отполируешься, оно будет, блин, как золотой. О, теперь не вытаскивается, да? Ладно. Пойдем. Золотый-то, прям. Илюха тащится. Тащится, он тебя так поднял, ребят. Не знаю, какой я год. Ну, о, хороший. Такие, такие едкие. Аж прям сиквить хочется прям. Тридцатый. Тридцатый год. Когда выпадает, они еще темнее. Прямо кажется, что вот-вот золото. Вот-вот нам повезет когда-нибудь. Где же? Ребята, интересно, охонка. Это кого? У тебя, Илюха? Да ладно, дырку сделай. Да, на, вон. Твою дивизию. Да, на, чё? Твою. Сережа, Сережа. Э, жидкая. Плохая. Ребята, РК-Ашная звезда была большая. Которая с тележкой с этим. А Сережа, блин. Ну, склеишь, Илюх, чё ты. На сторонку, блин, взял, убил. Да. Ладно. Откопали мы ранее вариант Кокарды. Молодой страны. Датированный 1918-1922 года. На звезде молотый плуг. В дальнейшем плуг заменен на серв. Как вы видите, звезда выпускалась всего 4 года. И это её делает ценной. На ещё цене её делает то, что это не обычная звезда. Что вы видели ранее. А остроконечная. И является редкой. Звезда ВМС РККА. Звезда Краснофлотца. Также просуществовала до 1922 года. В дальнейшем появилась всем известная звезда Серб и Молот. Стоимость обычной Кокарды составляет от 500 до 1000 рублей. Но вариант остроконечный уже превышает. И цена уже внушительна. От двух и выше. А сейчас возвращаемся на шов. Ну что, ребят, у нас попёрлось серебро. Все лучше, все дальше. Илюха удивил 22-й год. 15-й год. Первое сегодня серебро. Надеюсь, не последнее. Сохран будет хороший. Вообще шикарный сохранчик. Зачет. Итак, ребят, уже сглубился по пояс. А мне нужно вон туда. То есть ещё глубже. Здесь вот пока у меня манить нет. Я думаю, вон там он, за брёвнышками, должны появиться. Но сопутки мало здесь. Вон, смотрите. И там яма тоже. Короче, я где-то стою на полах только. Итак, ребят, брёвнышко. Брёвнышко звенело. И, знаете, убрал грязь так с неё. И вместе с грязью выпала монетка. Это царская двушка. Николайский формат. Так, год сказать не могу. Но он будет бодрый. Потому что, смотрите, такое ощущение, будто здесь кто-то копал. Как-то, блин, странно, блин. Что-то как-то странно здесь шурф у нас. Ну ладно, хорошо, что видно очертания фундамента. Вон, они, видите, камушки. Вдоль него идём. Зачёт. Ребята, Илюха, вот стоит вот в такой яме. Ну, в принципе, небольшая. Потому что здесь вот я хреначал. Смотрите, какой большой он сделал. Вон там он я хреначал. И перешёл теперь сюда. Вот из этой ямки у него достаточно много находок интересных. А это у нас копейка. 1903 год. Вот такой вот Николай. Вот зачётный, в принципе. Блин, рядом с горелым, что ли, был. Вот такая вот. Рядом спички. Первый царь. Серебро есть, царь есть. Совет есть. Совет есть у Серёги. У Серёги царь вообще ревенгерский или какой-то. Ревенгерский, блин. Ну, я вам покажу чуть позже. Покажу видеофайл. Ревенгерский царь. Ну, пойдёт, что? Пойдёт. Серый вот такой поплаван сделал. Миньон. Фрицы, блин. Кстати, очень помогает. Ну, да. Ребят, только что выключил камеру. И у него снова прозвонка. Проглядывается золото. Ну, золото обычное. Золото партии. Ранний совет. Тридцатый, тридцатый год. Точно, наверное, да? Скорее всего. Потому что я поднимал тридцать первый здесь. Он тридцатый. Который поздний, наверное, они побели. Тридцатый год, ребят. Тридцатый, видите, да? Третий пятак. Тридцатый. Тридцатый. Да, две копейки. О, да ты рука с жопой. Серега сегодня у нас рука с жопой. Звезу сломал. Бутылку расколол. По монете самый крупный. Я почистил. Ага, почистил. Че, не видно, что ли, блин? Лопатой почистил, блин. Миньон, ешкин. Вот такая вот душечка. Сегодня самая крупная медь такая. Пока ничего не было. А Сережа только сказал, надо шурф менять. Да, ребят, надо. Перемещаясь к Илюхе. Двушка. Блин, ни одной монеты сегодня я не датировал год. Какой этот год? 1894-й, ешь. Первый монет, который определил. 94-й год, двушка. Чем ближе, туда-ка выхода, да. Да, держи. Ну, че, царей идут? Идут. Ребят, онлайн снимаем. У меня позорщик. Перед зрителями. Ёпта-ю-мать, шашка. Опа, от шашки, ребята, тыльник. Нифига себе. Да, 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 ребят, от шашки тыльник. Может, там шашка будет? Вот такая вот. Я говорил, здесь будут находки, а может, медали будут. Потому что здесь... Ну, тут насыпали, блядь, неправильно. Класс, 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 вещь зачетная. Классная. Царская или советская? Советская. Какая там нужна? А может, а может, царская. Не знаю, что почистим узнаем. Итак, ребят, в поисках нового фундамента. Здесь фундамент как бы взорван. Тронутый. Серега с Яриком вон там пытается что-то найти. Илюха с Саньком позади. И вот здесь вот у меня где-то была монета. Я ее видел. Вот она. И эта монета у нас царская. Царская монета. Может, сейчас год разглядим с вами? Нет, год не разглядим. Это одна копейка. Николаевского формата. Нет, год не разглядим. Но это царь. Верховой, как говорится. Хорошо. Сейчас надо будет здесь посмотреть. Если будут сигналы еще, можно его попробовать шурфить. Ладно. Хорошо. Хорошо. Итак, ребят, сейчас был сигнал. Выкопал вот такую медную болванку. Думал, от весовых часов или что-то в этом роде. Грузик. Но сигнал продолжался, как бы, знаете. И вот, смотрите. На 10 монета, прям на лопате. Так. Что за монета? Трешка, что ли? Ледушка. Не знаю, пока не видно. Не видно, что это такое. Ладно, сейчас поратрую, посмотрю. Ну, круглое чего-то. Ребята, смотри-ка, что. Я его только что пытался оттереть. И вот, смотрите, я уже вижу уголок. 1900 какой-то, 20 какой-то год. Ай-яй-яй. Я думал, что-нибудь типа, блин, царя какого-то. Блин, вообще зачет. Надеюсь, 21-й. Хотя нет, 21-й не может быть, да? А, может, может. Все, зачет. Я тоже с серебром. Блин. Итак, ребята, остался я один. Пацаны, уехали в лагерь. А у меня вот монетка. Монетка. Что с монетой? Не знаем. Не знаем, да? Даже формат никакой не проглядывается. Ну, не знаю, это монетка какая-то. Ну, я вам фотографии сейчас прикладываю. Возможно, уже узнаете. Стоп. А это, по-моему, серебро. Царская двадцатка. Так, сейчас посмотрим. Да, ребят, я был прав. Это 20 копеек серебряные. Но год сказать не могу. Просто видно, что 20 копеек. Когда они мокрые, еще более-менее видно. Видите, да? 20. Двадцаточка. Вот так вот. Ладно, царское серебро, это приятно. Почиститься будет хорошее. Ну, а пока просто круглый серебряный какалик. Пойдет! Пойдет, пойдет. Зачетно. Здесь вон, вон, нефтяник. Вон, нефтяник. Они, короче, блядь. А, тоже с приборами ходят. Я думал, нефтяники, у них курточки нефтянники. Что, тот нефтяник? Что, это нефтяник? Нефть, что ли, там ищут. Ладно, пойдет. Пойдет. Ребят, чисел сейчас двадцатку, год не разглядел, но взял полтинник и год, смотрите, какой натер. Тысяча девятьсот двадцать первый год. Та-дам! Цвет вы уже видите. В лагерь приду, отмою его. И на обзоре в конце видео покажу вам сохран. Зачет! Ребят, ямка. Царь. Здесь был сигнал. Пнул. Избонка. Что-то вылетело. Смотрите, вот она. Надеюсь, серебро какой-нибудь опять. Блин, сохран, конечно, домовой. Конечно, это не серебро. Но что-то медное. Сейчас почищу об лопату. Потому что нарост на ней ужасный. Зачет. Ребят, солнышко садится. Мы готовимся к ночному шурфу. Не знаю, в поисках фундамента. Я хожу с Аськой. Жалко, что не банишь, взял. Но Аська все равно зацепила вод. Блин, игровой. Игровой пятак. Вот слепший остался. Среди вот такой травы, ребят. Ваня Шин зацепил. Аськой зацепил. Печалька. Тридцатый год. Но игровой. Ладно. Вот так вот. Были фундаменты. Сера говорит, что там. Я говорю, нет, здесь. Ребят, вот сижу. Вокруг меня ямки. Здесь вот что-то от самовара я поднял. Или что здесь вот железяка. Здесь прям, знаете, верховой. Даже не хотел копать. Но он звонкий был. И решил копнуть. И это у нас, ребят. 20 копеек серебряные. Серебряные. Сегодня вторая. 20 серебряная. Вот так вот. Огонь. Сегодня прям серебряный. Коп. Зачет, зачет. Прям красотуля. Итак, ребята. На этом я буду заканчивать свой видеокоп. Спрятался я за деревьями. Сегодня очень был сильный ветер. И вчера жуткий. И из-за этого мы заканчиваем сегодняшний коп пораньше. У кого-то там у нас дела. Ну и заодно то, что ветер ужасный. Даже приборы не слышно. А если шурфить, все летит в лицо. Грязь. Где-то вообще. Вчера копали в масках. Как вы видели. Как миньоны. В принципе, находки порадовали. Серебро. 4 штуки у нас выскочило. Одна из них крупная. Меня порадовала. Два царя. Крупных, средних. Тоже порадовали. По идее. Откопали неплохо. Вот. О находках вы сейчас все увидите. Так что смотрим. И пальчик обязательно. А если первый раз. Подписываемся. Сегодня, ребят, у нас немного. Паруха. Серега. И их дети. И, естественно, находок у нас сегодня немного. Общим планом. Количество находок, которое мы подняли. Наверное, сколько? Вчера. Вчера день, да. И сегодня вот закругляемся. Как проснулись. Только полноценный день копали. Ну, что можно отметить? Вот эту монету можно отметить. 10 бани. 1906 год. Когда откапывалось, я не заснял. Но монета очень интересная. Интересно, что за металл такой. При царях медный никель был? Нет. Затем двушка. Царица полей. Александровская. Дальше. Гнилой пятачок. Гнилые советики. Медный никель еще получится нормально. Двадцатка. Щитовичок. Десятка щитовичок. Очень приятные монеты. Красивые. И нечастые. С 1931 по 1934. Дальше. Слева направо. Справа налево идем. Царик. 1903 год. Бодрый. Бодрый. Из вкусняшек. Что здесь можно еще отметить? Двушка 24. Санек его поднял. Их, она еще с зубцами. Игровая. Но он не один такой. У меня тоже такая будет. Сейчас я вам покажу. У папки двушка. И серебрушка. Серебрушка будет зачетная. Почистится. Сколов на ней нет. Царапин нет. Будет хороший. Пятнашечка. 22 года. Дальше, ребята. Вот такую монету я вам не снимал. Но прямо с пацанами на глазах. Начали ее пальцем протирать. И с нее окисел прямо отвалился. Потом щеточка еще прошелся. И вообще почти как новая. Еще одна 10 копеек. 1932 года. Щитовик. Бодрый. Смотрите. Вот когда они вылезли из земли. Такие были. Прям знаете кислотные. Желтый цвет. Казалось, что это прямо золото. Настоящее золото. Вот такая печалька. Печалька. Только что я Саньковскую печальку показывал. Вот ее меняю тоже печальечка. По царям. Царь. 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 И самое вкусное. 20 копеек. Серебряные. 20 копеек. Серебряные. Хорошие. Бодрые. И изюминка сегодняшнего выхода. Вот такой полтинник. 1921 год. Изюминка тыльника от забликов. Я не знаю куда его засну. Ешкинку. А мы его засняли. Да, ребят. Изюминка то, что шашку пытались найти. Пошмордикол. Ничего интересного. Смаварок ранненькие. Вот от чайника. Всякие лабуды накопали. И вот Санька вот такой себе померенный перстень нашел. Причем померил. На палец подходит. В школе будет всем щелбаны ботать. Ну, сопуточка такая вот. Илюхина. Пуговка орлянка. Обычная. Ну, в принципе, я считаю, что получилось неплохо. Отдохнули. Алкашки у нас сегодня было совсем мало. Вот такой дружным составом мы сегодня отдохнули. Не выходные, а будни. Но ветер весь день сильный. У нас в Самаре. Вон, видите, да? Целые сутки поливает дождь. А мы во время ветра сегодня. Ветер сильный, из-за этого. Семьи на туру. Рано сматываемся. Ну, ладно. До новых встреч. Все. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok